Впервые сочинская лыжня прошла в феврале 2007 года. Провели ее, кстати, и здесь же. Правда, тогда лыжно-биатлонный комплекс еще не был построен. Да и Сочи тогда еще не объявили столицей зимних Олимпийских игр. И сегодня, спустя уже год после их окончания, сочинская лыжня снова возвращается на Лауру. Возвращается с рекордным для Сочи количеством участников. На старт в честь года после игр готовились выйти 225 человек. Это рекордное число. Мы ожидали до 200 человек. И поэтому для нас это неожиданно, что много наших сочинцев, жителей откликнулось на эти соревнования, на наш призыв встать сегодня на лыжи и пробежаться вместе с нами. На призыв, тем более, что погода стояла лыжная, мороз и небольшой снег, откликнулись все от мала до велика. Вячеславу Гвоздеву 72, его супруге Галине 75. В Сочи специально для участия в лыжне приехали из Москвы. Уж очень хотелось покататься там, где катались чемпионы, за которыми, кстати, во время Олимпиады Гвоздевы наблюдали не у телевизора, а с трибун. А вообще с лыжами они не расстаются уже более 50 лет. Лыжня России участвовали. Услышали, что будет в этом году в Сочи отмечать год после Олимпиады. Ну, естественно, мы тут же собрались и поехали. Особенных условий для того, чтобы выйти на старт, не было. И взрослые, и дети бежали без учета времени. Дистанция мост-старта символическая – 2014 метров. И, как отметили лыжники, сочинская лыжня – это тот самый случай, когда важнее участие. Ведь бежать по такой трассе – это уже награда. Я очень сильно мечтал после Олимпиады покататься по тем же трассам, на которых бежали мои кумиры, биатлонисты и лыжники. Наконец-то моя мечта осуществилась, я очень счастлив. Также лыжными гонками год после Олимпиады праздновали по всей стране. 8 февраля на лыжи встали более полутора миллионов человек в 71 регионе России. В Сочи же соревнования стали большим праздником не только для любителей лыж. Некоторые приехали просто поболеть, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Здесь же можно было попробовать себя в роли биатлонистов, пострелять в лазерном тире. Или, например, погонять шайбу в безразмерных ботинках и покататься на гигантских лыжах. Раз, два, раз, два, раз, два. Одним словом, праздник удался. И, как пообещали организаторы, теперь сочинскую лыжню. Они обязательно включат в календарь ежегодных городских мероприятий.